Михаил Мокшин работает в конной полиции уже 11 лет. Он с детства привык общаться с лошадьми, это и определило выбор его профессии. У деда Михаила была своя конюшня, и маленький внук проводил там все свободное время. Ухаживал за животными, учился верховой езде. Сейчас Михаил является одним из самых опытных кавалеристов Самарской конной полиции, обучает стажеров и делится со своими коллегами-полицейскими секретами работы со своенравными, но грациозными животными. Наша служба подразумевает работу при массовом скоплении людей. Люди совершенно разные. Кто-то может крикнуть, но, ну, ну, как привыкли в деревнях. Наши кони таких команд не знают. У нас запрещено их использовать. Для чего? Конь, если услышат, он ее просто не поймет, он ее не воспримет на слух. Наши кони, есть определенный перечень команд внутренних, даже свист. Свист, разная тональность, разная продолжительность. Я могу коня остановить, заставить пойти. Могу с различным аллюром его заставить идти. На галопе. С галопа перейти на рысь или на шаг. Михаил рассказывает, что главное в профессии – это любовь к животным, без которой в полиции делать нечего. Поэтому забота о лошадях – дело первостепенное. Как можно не любить этих прекрасных животных, я не понимаю. Если ты любишь животное, оно любит тебя на всю жизнь. Я начинал в этом взводе, у нас был орловский рысак, браслет. Когда он уже уходил на пенсию, его отвозили в Красный Яр. Вот вы не поверите, я стоял рядом с ним, у нас обои слезы стекли. Это как будто оторвать от себя кусочек. Обычно конная полиция дежурит в парках и скверах города, там, где не может проехать патрульный автомобиль. Для обеспечения безопасности на пересеченной местности лошади – это идеальный вариант. Сегодня Михаил с напарницей Юлией патрулировали загородный парк. Особое внимание к велосипедистам. Полиция предупреждает, участились случаи краж велосипедов. Алексей приехал покататься в парк на велосипеде и попал в поле зрения конной полиции. С молодым человеком провели беседу, по его словам, очень полезную. Узнал нового то, что у каждого велосипеда есть серийный номер, по которому его можно отследить в случае кражи. То, что велосипед нельзя оставлять без присмотра, где-то на открытой местности, то есть или в подъездах, или на лестничных площадках, потому что он очень легко угоняем, и желательно его пристегивать сега замком. И обязательно записывать серийный номер велосипеда, чтобы не забыть, чтобы в случае кражи или утери где-то велосипеда, можно было обратиться в полицию и найти его по этому серийному номеру. Сегодняшняя смена кавалеристов Михаила и Юлии закончилась. Но уже завтра они с новыми силами и чувством долга снова придут в парки и скверы Самары со своими верными друзьями, готовыми бежать рысцой на помощь самарцам, попавшим в беду. Елена Чернявская, Игорь Козановский. События. Дворец Козановский. Продолжение следует...